всем привет лучшую книжку последнего десятилетия я держу в руках но это на мой взгляд опять таки книга это выглядит вот так издание у нее уже достаточно много не знаю даже сколько 5-6 наверное переиздание у меня лично два экземпляра один в твердой обложке весь закладочках другой в мягкой обложке спросите почему зачем мне столько ответ будет следующим я этот роман читал раз наверно пять сейчас уже сижу на шестом в мягкой обложке я беру с собой в путешествия в твердой обложке у меня на даче и дома потому что я с ним работаю я пишу сценарий по этому роману и надеюсь что картина рано или поздно выйдет во всяком случае переговоры уже в стадии завершения в стадии подписания договора в подписании договора этот процесс не быстрый с телевизионными каналами он занимает месяц иногда два потому что договор проходит много инстанций каждая инстанция ставит подпись все это занимает время и так далее так далее но в любом случае это не просто какие-то досужие мысли я пишу сценарий может быть он будет снят нет это уже идет производственный процесс автор романа шамиль идиатулин книжка называется город брежнев роман город брежнев у шамиля достаточно много книг очень хороших мне больше всего нравится 2 город брежнев и бывшая ленина это следующий роман после города брежнева книжка не про брежнева совсем книжка про людей простых парней простых мужиков простых женщин которые жили в начале 80-х в городе набережные челны который в ту пору назывался брежнев город назывался брежнев теперь называется набережные челны и раньше назывался набережные челны был короткий период когда он назывался брежнев это замечательный роман во всех смыслах я прочитал его тут же стал искать координаты автора нашел их благодаря массе знакомых писателей и около писательской публики позвонил шамилю говорю шамиль я в восторге от твоего романа давай делать кино шамиль возрадовался и мы стали искать входы-выходы этот процесс занял около двух лет наконец мы нашли кинокомпанию которая взяла на себя ответственность и труд все-таки экранизировать этот роман и пошла работа над сценарием вот она уже в стадии завершения у нас масса закладочек сценарий тоже около года делался так что надеюсь скоро выйдет полотно книжка про простых людей что и является самым интересным потому что никаких простых людей не существует на свете существуют люди и каждый из них каждый из этих людей это целая вселенная это очень сложный механизм но вы согласитесь я же про вас говорю про тех кто сейчас меня смотрит вы же сложная правда конструкции как и я как и все и в каждом из нас глубины и и высоты такие которые в одном романе даже не описать а шамиль и диатурин умудрился описать и мир подростка восьмиклассница восьмиклассница восьмиклассника это я все о своем о песнях там у восьмиклассница мы же играем эту песню с группой гарина гиперболоиды с разрешения правообладателей заметьте между прочим не так просто там взяли сыграли а все у нас мы очень дружим с музыкантами кино так вот и с точки зрения восьмиклассника и с точки зрения его отца которые работают на заводе камаз и с точки зрения рабочих камаза и с точки зрения бандитов которые в городе брежнев там мигрируют и творят свои черные делишки в общем книга невероятно хорошая тонкая и финал меня ее просто пробрал до косточек до последних не забудьте что дело происходит в начале восьмидесятых годов и говорит это восьмиклассник восьмиклассник у меня своя родина мама папа еще кто-то кто не родился но кого я уже люблю и для кого так и храню не пожелтевшие а почерневшие высохшие банановые бананы внизу кухонного пенала мой дом мой район пацаны танка мой город брежнев я не знаю как им служить зато знаю что я их буду защищать как угодно от кого угодно от других городов других пацанов других комплексов домов чужих братьев мам и пап или сдохну несправедливо конечно что сдыхать мне можно убивать нельзя но мы наверное что нибудь придумаем вот эта фраза последняя мы наверное что нибудь придумаем она меня вынесла вообще к я сразу стал звонить шамилю и говорить что шамиль это просто запредельно только не подумайте что это какая-то такая уропатриотическая штука совсем нет это просто очень честно написано так как вот это вот этот пассаж который я прочитал это так как мыслили восьмиклассники в начале 80-х годов на самом деле а здесь очень много чего и про советский союз и про хорошее и про плохое и про ужасное и про страшное и про скучное и вообще про все а что касается простых людей то вот пластинка которую я обожаю которую я слушаю часто которую люблю много много лет оазис definitely maybe 1994 год я знаю что масса народу этот альбом ненавидят те кто считает себя интеллектуалами не любят эту пластинку говорят вообще что брит поп это вообще чмо ужасное какое-то это вообще не музыка это вообще шарботанство и недостойно интеллектуального человека это прослушивание так я скажу вам следующее что рок музыка она вообще не интеллектуально в принципе вся вообще вся рок музыка она не интеллектуально она другая она не для интеллекта я знал и знаю достаточно много интеллектуалов которые слушают например аллу пугачёву и с другой стороны знал и знаю полных козлов которые обожают группу есть genesis и вандер граф генератор и так далее так далее рок музыка к интеллекту не имеет вообще никакого отношения сочиняют ее и умные люди и абсолютно глупые тупые те которые двух слов связать не могут но пишут гениальную музыку при этом и наоборот и наоборот поэтому эти две позиции не сходятся никак вообще так вот про интеллектуалов и не интеллектуалов интеллектуалы пишут сплошь и рядом что оазис это парни которые копировали битлз считали себя вторыми битлз являются эпигонами и так далее тому подобное так вот господа интеллектуалы которые считают что оазис это группа которая копировали как копировала битлз вы глубоко ошибаетесь заблуждаетесь и плохо слышите потому что если начать слушать вот эту пластинку 94 года на битлз она вообще не похожа никаким боком и ничего общего с битлз кроме того что это эти ребята играют на гитарах и барабанах нет вообще оазис с этим альбомом они больше всего похожи на смесь the rolling stones sex pistols и нирваны если говорить о музыке которую мы слышим не о том что болтали братья галахера они болтали они называли себя вторыми битлз и прочее прочее раздували понты но покупаться на эту болтовню не стоит стоит просто послушать музыку потому что это уж что угодно но не битлз и даже закоса под битлз здесь нет никакого это скорее всего ближе всего к тому что можно назвать анти нирвана по звуку гитарному который который но ил галахер выстроил невероятным образом здесь такой шквал просто гитарного рева так это все плотно так это мощно столько гитарных партий он наложил в каждой песне на записывал половину из них продюсеры выкинули но то что осталось мне даже трудно сосчитать сколько здесь гитары в каждой песне это такой такой нирвана с обратным знаком потому что нирвана группа достаточно депрессивная все-таки но ил терпеть не мог именно за депрессию за то что она такая упадническая как он говорил оазис играли все то же самое только с обратным знаком со знаком плюс с мажором с полетом вверх и эта пластинка она вся не не вся это такая воплощенная мечта эта мечта стать звездой рок-н-ролла и мечта осуществившиеся парни два года рубились по клубам куда приходили 10-15 человек выросли и записали фантастический совершенно альбом писали его долго достаточно и сложно ничего не получалось потому что получалось музыка очень чистая очень правильная и очень такая вылизанная эстетская чтобы всем нравилось такая вот хорошая она ил хотел сделать настоящий рок-н-ролл жесткий грязный ревущий летящие и сметающие все каноны хотя здесь все в каноне здесь ничего такого нового мелодически гармонически не придумано но все так здорово классно классически сыграно и с таким звуком живым живым он хотел писать группу спонтанно чтобы звук гитары из комбиков лес в микрофон вокалиста чтобы вас тоже лесу микрофон чтобы все это лезло в микрофоны которые висят над барабанами и был такой настоящий живой звук я не знаю насколько это получилось потому что писали это достаточно долго и разные способы записи существует но цель была именно такой и она в конце концов была осуществлена потому что здесь ну что тут рок-н-ролл стар первая песня она сразу просто прет таким анти гранжем точнее гранжем со знаком плюс тот же самый гранж та же самая нирвана лайм галахер поет в манере джонни роттона при этом здесь таким с такой издевкой то есть это одновременно и миг джаггер и джонни роттон но но еще и чистый голосок лайма и правильно все по ноткам все хорошо с ноток съезжает так как надо иногда издевательски какой тут битлз чтобы никогда в битлз так не играли не пели в такой манере шейкмейк шейкмейкер помедленнее и потяжелее по зверею ну а live forever это вообще замечательная песня это это мечта это вот разговор о мечте жить вечно и эти парни будут жить вечно но в рамках разумного естественно все проходит это тоже пройдет к сожалению когда-нибудь но это божественная песня up in the sky продолжение live forever туда же туда же в небо туда же с полетом с кайфом columbia это первый сингл группы oasis единственная песня который мне здесь не нравится почему-то не знаю как то я пошел против народных масс великобритании зато сет сонг это уже совсем совсем красиво суперсоник второй сингл песня которую по словам но его не репетировали и не придумали и не придумывали а просто вошли в студию взяли сыграли сразу но это и слышно на самом деле это очень очень живо все с налету и с налету с наскоку и очень хорошо начинается с обратной связи гитарной там с фидбэком все это также такие технические шумы неплохо bring bring it on down туда же с техническими шумами с фидбэком очень тяжелая песня очень люблю очень хороший сигарет алкоголь опять-таки фон из комбика шумы и пошел просто хард-рок оля гранж но в мажоре и и бодро бодро здорово диксис диннер как-то тоже меня не цепанула она очень похожа на kings который обожал обожает нойл галахер ровинг стоунцы kings его вообще при в приоритете beatles тоже но покажите мне рок-музыканта который не любит beatles все все любят beatles практически все я не знаю ничего ни одного интервью где вы в рок-музыкант хайл группу beatles но здесь rolling stones и kings в приоритете и моя мой фаворит моя любовь это слайда way тот же самый рев перегруженной гитары гибсон ес 335 которые у меня есть но у меня похуже гитарка наверное потому что здесь старый инструмент шестидесятых годов ребят с перегрузом по полной и изумительные бэки в конце помимо всего прочего но играет замечательное соло везде сплошную без этих вот штук скоростных но мелодически прекрасно все вообще пластинка очень хорошая отбросьте предрассудки послушайте как следует оазис вы поймете что это никакой не никакой не эпигонства beatles это совершенно самостоятельная музыка недаром она так цепанула стала так популярной стала такой популярной извините заговариваюсь от восторга а поскольку я заговариваюсь то надо пойти и выпить продолжим скоро до новых встреч пока